чтобы двигаться дальше мне понадобятся перчатки почему вы сейчас поймете вот такие нюансы могут исказить проведение проверки всем привет долго собирался но как и обещал сегодня я хочу рассказать о своем штангенциркуле с цифровым отчетным устройством и так шцц 1 200 001 тип 1 обозначает что в нашем случае штангенциркуль с двухсторонним расположением губок с верхними так называемыми острыми губками и нижними измерительными губками и с глубиномером штангенциркуль шцц 1 используется в сфере производства и ремонта для измерения размеров деталей а также глубины канавок и пазов верхние губки используются для определения диаметра и длины отверстий а нижние губки для измерения внешних размеров деталей и заготовок инструмент как вы видите снабжен электронным дисплеем на который выводятся результаты измерений с помощью цифрового блока прибор выставляется в ноль а метрическая система измерений меняется на дюймовую вот таким вот образом материал изготовления инструментальная сталь прибор упакован в жесткий пластиковый футляр а также имеет паспорт изделия в котором прописаны все необходимые характеристики и норма эксплуатации мой штангет изготовлен в уао калибр технические характеристики таковы тип изделия штангенциркуль шея cc 1 изготовленный по ГОСТ 16989 диапазон измерений от 0 до 200 миллиметров дискретность 0,01 миллиметра погрешность не более 0,03 миллиметра питание вот от такого встроенного источника у данной модели имеется возможность вывода результатов измерений на внешнее устройство через промежуточный блок с интерфейсом RS232 особенностью штангета является возможность установки начала отсчета в абсолютной системе координат и выдача цифровой информации в прямом коде с указанием знака и абсолютного значения то есть предварительная установка нуля вот таким образом паспорте указан заводской номер изделия g 135 652 этот же номер мы видим на изделии на сегодняшний день ценник на такой штангет восемь тысяч восемьсот тридцать восемь рублей штангеты от оао калибр город москва имеют номера в госреестре 32 108 06 32 108 07 32 108 14 это кому интересно москва и но не покажу вам одно интересное отличие этого штангета от китайских нонеймов и некоторых неймов посмотрите при сдвиге рамки влево при усилии показатели на дисплее равны нулю на недорогих моделях показатели уходят в минус когда вот так вот вы двигаете рамку для кого как а для меня это показатель качества изготовленного инструмента принцип работы устройства основан на использовании цифрового нониуса в нем применяется им косная матрица с кодером иначе говоря используются два стандартных конденсатора которые включаются последовательно при этом верхняя пластина работает как общий электрод для формирования им косного массива в электронном стангенциркуле применяется несколько пластинок что позволяет точно определять все движения встроенного датчика это помогает точно чувствовать все перемещение датчика в роли ротора выступает сам ползунок статор располагается в металлической линейке а на подвижной части располагается экран с ползунком теперь пара слов про гост 166 89 настоящий стандарт распространяется на штангенциркуле предназначенный для измерения наружных внутренних размеров до 2000 миллиметров а также штангенциркуле специального значения для измерения канавок на наружных и внутренних поверхностях проточек расстояние между осями отверстий малых диаметров и стенок труб а далее мне всегда было интересно провести нечто похожее на поверку штангета сегодня попробую это сделать а за основу возьму методику поверки mp20357-2018 вот эту темп Rocco чтобы двигаться дальше мне понадобятся перчатки почему вы сейчас поймете согласно методике температура должна быть 20 и плюс минус 5 градусов у нас помещение температура 23 с половиной градуса то есть мы вписываемся в температуру указанную в методике относительная влажность воздуха должна быть не более 80 процентов у нас влажность помещений 48 процентов то есть условия позволяют нам продолжить действие согласно методике далее измерительные поверхности штангенциркуля и средств которые мы используем при проведении поверки должны быть промыты бензином по гост 1012 2013 у нас такой бензин имеется и называется он довольно таки странно но тем не менее это он поверку длины губок и их шероховатости мы упускаем также как и иные неинтересные нам мелочи начнем пожалуй сразу с определения абсолютной погрешности а для этого нам понадобятся концевые меры длины для этого у меня имеется вот такой набор набор абсолютно новый буквально недавно с хранения он приведен нормативное состояние а некоторые части я уже собираю под консервацию набор выпуска 85 года так вот к слову почему я в перчатках потому что эти меры не терпят прикосновения рук так вот продолжаем берем блок ну например пускай это будет 40 миллиметров блок промываем бензине что поверхности блока имели вот такой вид блок концевых мер помещаем между измерительными поверхностями усилие сдвигания губок должно обеспечить нормальное скольжение измерительных поверхностей по измерительным поверхностям концевых мер длины и опущенном стопорном винте рамки а концевая мера должна находиться в середине измерительной поверхности. Обеспечивать нормальное скольжение я, конечно, не буду. Это ни к чему, я считаю. А давайте снимем так. Абсолютную погрешность измерения определяются значением отсчета по нониусу 0,02 миллиметра и 0,05 миллиметра в шести точках, равномерно расположенных по всей длине. Что мы будем делать? Снимем размеры статично. В шести точках. Давайте попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. Как видите, размер примерно везде одинаковый. 40, или 40,01. Давайте посмотрим, какова температура измеряемых мер. Попадаем ли мы в те пределы, которые нам прописывает методика. Так. Тепловизор у нас настроился. Наводим его на ту меру, которую мы измеряли, 40-миллиметровую. И видим показатели 23, 22,9. Ну, в общем, среднем 23 градуса. То есть мы абсолютно попали в допустимые пределы температур, прописанные методикой. Произведем замеры на 20-миллиметровой мере, а результаты запишем в таблицу. Итак, мы обработали меру соответствующим бензином и будем снимать с нее сейчас размеры в шести точках, как предписывает методика. 20, 20, 20, 20, 20. Погрешность нашего штангета равна нулю, при допустимых плюс-минус 0,03 миллиметра. Почему мне нравится этот штангет? Давайте возьмем пластину побольше, допустим 90 миллиметров. И сделаем то же самое. То есть грани у нас идеально чистые. Делаем шесть замеров. 90,02. 90,02. 90,02. 90,03. 90,03. И последний размер 92. Погрешность в допустимых пределах. Ну, либо она отсутствует, либо отклонение всего 0,01 миллиметра. Вот именно поэтому мой выбор пал на такой штангет. Думаю, что этот ролик будет вам полезен. Вы можете воспользоваться моими советами, рекомендациями, можете и нет. Но я выбрал именно такой штангет. Почему? Я вам показал. Почему? Я вам рассказал. Помимо всего прочего, радует то, что этот штангет зарегистрирован в госреестре измерительных средств. На этом у меня все. Удачи вам, успехов, легких ремонтов. У кого остались вопросы, или они появились, добро пожаловать в комментарии. Всего вам хорошего, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok